В Приморье продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно длится ровно 7 дней, до 1 июля включительно. Это сделано, чтобы все желающие смогли обозначить свою позицию и чтобы обеспечить максимальную безопасность. Процесс голосования проходит удобно для каждого. Так, на ряде крупных предприятий Приморского края созданы временные избирательные участки, где сотрудники могут проголосовать без отрыва от производства. Это связано с тем, чтобы не создавать массовое скопление людей, чтобы люди, которые находятся на работе, могли проголосовать, не пропустить, так сказать, свой голос. И поэтому мы организовали выездные голосования на предприятии. 1 июля пройдет основной день голосования, но мы надеемся, что уже такого скопления народа не будет, потому что, как видите, многие уже проголосовали. Строгие санитарные меры и отсутствие большого скопления людей помогают значительно снизить риски заражения коронавирусом. Пришел голосовать – сразу получаешь маску, перчатки и одноразовую ручку. К тому же поделиться своим мнением по важному для страны вопросу люди могут в оптимальном для себя режиме. Во-первых, Конституция уже не менялась, не было ни с одной поправок уже больше 20 лет. И мне кажется, что каждый гражданин своей Родины должен дать голос за поправки в Конституцию. Мне кажется, что это очень важно. Мне кажется, что это очень удобно, тем более то, что даже каждый россиянин может позвать их себе домой, даже не выходить из дома. В сложившейся ситуации из-за коронавируса, мне кажется, что это очень удобно и прекрасно, потому что никуда не нужно ходить и не подвергать свое здоровье. Да, удобно. Можно прийти, проголосовать на работе. Безопасность прежде всего. Я считаю, что это очень удобно, что для нас организовали отдельное место, тем более здесь все сделано по правилам. И маски, и перчатки, и урна, и наблюдатели. Ну, то есть все хорошо. И экономит мне много времени. Плюс я очень переживала, что придется идти в участок, и там много людей будет, можно будет заразиться чем-то. Поэтому для меня удобно. Чтобы высказать свое отношение к изменению основного закона, осталось два дня. Тем, у кого нет времени проголосовать в будни, стоит дождаться среды. 1 июля объявлен официальным выходным. Поправки будут считаться принятыми, если их поддержат более половины проголосовавших. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.